МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двое. Мальчику 10 лет и девочке Лизоньке 11 лет. Поначалу мы жили очень хорошо, все было у нас хорошо. Я им помогала, как могла. Я им даже квартиру подарила свою трехкомнатную, а сама перешла в квартиру покойной сестры. Сын умер, как два года назад умер мой сын. И я тем более стала больше еще помогать, потому что двое внуков остались. Это единственная моя светоча в жизни. Я, естественно, помогала им больше всего. Но моя невестка решила выйти замуж. Она нашла себе жениха, Ваша честь. На 16 лет моложе ее. Он, конечно, туниядец, нигде не работает. И что он может найти, что он может детям дать? Он себя содержать не может, а тем более женщина с двумя детьми. И потом он самый настоящий альфонс. Ну, как вот, Ваша честь, как вы думаете, как может мужчина жениться на женщине, которая много старше его? Во-первых, у нее деньги. Тут и разница в детях небольшая. Мало ли каких случаев. Дочке 11 лет, внучке моей 11 лет всего. Я, естественно, боюсь за всякие. Мало ли. Вот у меня даже, знаете, я собрала вырезки из газет, где убийство там изнасиловал, убил потом всю семью. Кто? Маньяк. Я считаю, что он маньяк скрытый. Ну, подождите, подождите, истец. Вы своей позиции этот брак расторгнуть не сможете. У вас же исковые требования заявлены о нечинении препятствий. Что в настоящее время со стороны ответчицы? Она чинит вам препятствия вообще? Да, Ваша честь, она чинит мне препятствия. Потому что, когда появился этот женишок ее, я детей забрала к себе. Ну, я переживаю за них. Я забрала к себе. Они были у меня. А потом она пришла с полиции и забрала этих детей. И не дает мне видеться с ними. А я ходила сама в полицию. Ну, со мной там разговаривать не стали. Но я там увидела фоторобот, и мне показалось, что он похож на этого маньяка ее. Ну, почему? Ну, что же вы не пошли в милицию, кстати, в полицию? Я пошла предупредить ее, показать. Истец, да поймите, пожалуйста, никто не обсуждает чест мужа-ответчика. Вы же просите общение с внуками. Ну, при чем тут муж-ответчика? Я переживаю за них. Я хочу, чтобы... Подождите. Вы утверждаете, что ответчик препятствует вашему общению с внуками. И вы просите установить график. Теперь скажите, пожалуйста, какой конкретно график вы просите установить? Я хочу, чтобы внуки мои после школы с двух часов до восьми, до вечера были со мной, я их забирала, и суббота-воскресенье с одиннадцати до двадцати часов. Простите, пожалуйста, а когда будет мама воспитывать своих детей? А мама ночью пусть воспитывает. Она не может воспитывать. Дети должны спать для начала, по ночам. Мама не может воспитывать. Какой она пример подает? Какой? Какой нравственность может утереть? Ну, как это так? Ну, как это так? Вот они не дадут. Истец, да подождите. Мы о графике общения говорим. Я сказала. А не о нравственном облике. Передайте мне график общения. Вы как-то перепутали мне, мне кажется, немножко. Понимаете, в чем дело? Я переживаю за муку. Вы хотите общаться с внуками. Вы просите установить график общения. Органы опеки и попечительства абсолютно оправданно задают вам вопрос, что тот график, который вы предлагаете, времени общения мамы с детьми вы не оставляете. Тем более вы хотите, чтобы общение происходило на вашей территории. А практически не получается, что вы будете проживать. Ваша честь. Я не согласна с иском и подаю встречный иск об ограничении общения моих детей с Анной Дмитриевной. Дело в том, что до недавних пор у нас были замечательные отношения с Анной Дмитриевной. Она спокойно в любое время могла забирать детей. Общаться с ними в любое время. Часто забирала их на выходные. Но произошла ситуация. Два года назад умер мой муж. И у меня было очень сильное стрессовое сотрясение, из которого мне тяжело было выбраться. Я благодарна, конечно, Анне Дмитриевне, что она оказалась рядом. Анна Дмитриевна, она мне в трудную минуту помогла. Я эту благодарность вижу. Я спасибо вам большое, что вы мне помогли в трудную минуту, что вы меня морально поддержали. Вы смотрели за детишками, вы водили их в секцию, как бы полностью взяли мою обязанность на себя. Но в жизни произошло такое событие, что мне встретился человек, которого я полюбила. Это Павел Дондуков. Подождите, ответчик. Вы мне сейчас излагаете все то же самое, что уже истец сказала, кроме фоторобота и маньяков. Вы почему возражаете-то против общения? В чем причина? Потому что я считаю, что моя бывшая свекровь, она очень сильно влияет на моих детей. Она их стращает. Да ничего не стращаю, Полина. Она настраивает их против меня, против Павла. Рассказывает про каких-то маньяков. Она ходит по соседям. Рассказывает про Пашу всякие гадости, всякие страсти. Не знаю, где вообще, откуда она черпает эту информацию. Но дело в том, что у меня дети, они стали бояться Павла, с которым у них были замечательные отношения. Они стали его бояться. Вплоть до того, что закатывают мне истерики, что мама выгоняет этого человека. Дочка просыпается по ночам, кричит, маньяк. А недавно вообще произошел нонсенс. У сына под подушкой я обнаружила нож. Я не знаю, какие можно вообще слова говорить, чтобы так напугать ребенка. Я говорю, Саша, откуда у тебя? Почему у тебя нож под подушкой? Он мне отвечает, что если дядя Паша полезет ко мне ночью в постель, я достану нож. Какие же можно такие слова говорить, чтобы так напугать ребенка? Понятно. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о рождении детей через судебную приставу. Придайте, пожалуйста. Так, органы опеки, я вас слушаю. Ваша честь, конечно, мы изучили все условия жизни и проживания детей. Они проживают с мамой, имеют свою отдельную комнату детскую, где абсолютно все есть. И игрушки, и компьютер. И, в общем, дети полностью, скажем так, обеспечены всем необходимым. В холодильнике, конечно, все продукты, вплоть до этих фруктов. Все, что самое нужное. Самое главное, значит, дети прикреплены к поликлинике. Дети ходят в школу по месту жительства, которая, кстати сказать, школа находится прямо во дворе. То есть даже провожать в 10-11 лет, она уже теперь их не провожает. То есть, в принципе, действительно, все, что нужно, есть. Но при всем при этом дети, конечно, очень сейчас напуганы и боязливы вообще. Вы знаете, пугаются всего. Конечно, мы вынуждены были экспертизу провести психологическую. И не только детей, хотя они в 10-11 лет уже отвечают, скажем так, на поставленные вопросы. Но и бабушки. Вы видите, что у нее не просто негатив, у нее, знаете, явно какие-то, ну, то, что преувеличение, что все возможно, понимаете, существует. Но, во всяком случае, я могу сказать, зачитать, что вывод экспертизы, как общение бабушки с внуком может причинить вред нравственному развитию ребенка. Это о чем говорит? Это что, прежде всего, конечно, вас нужно временно ограничить, наоборот, от общения с вашими внуками. Я не говорю, что вы неадекватны, но ваше поведение, понимаете, ваш настрой вот этот вот негативный, вы передаете малолетним детям. Результат – это действительно, что мальчик держит под подушкой нож. Это как? Это нормально? Вы сейчас говорите, дайте их мне. Кто вам даст? Вы, во-первых, бабушка. Другое дело, что не причинять никаких препятствий для общения. Для этого вы и пришли в суд. Единственное, что органы опеки возражают по поводу того графика, который вы предлагаете. Но то необходимое, то, что бабушка может дать тепло и любовь, а не агрессивное отношение к будущему, может быть, даже папы. Понимаете? Сейчас трудно говорить. Почему очень много таких семей, где отцы, приемные дети, там как-то, намного моложе матери? Ничего страшного в этом нет. Ваша честь, я не настраивала детей. Я предупреждала, что если что, вы позвоните. Дети поэтому звонят и просят забрать. Я прошу вас, да не смотрите вы телевизор, смотрите канал «Культура». Там маньяков с утра до вечера не показывают. Вы хотя бы свою психику, ПБП, это поберегите. Свою хотя бы психику. Ваша честь, ну зачем же оставлять до тех пор, пока что-то случится? Так, суд удаляет для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив в качестве третьего лица представителей органов опеки и попечительства и приобщив их заключение к материалам дела, а также приобщив к материалам дела заключение психологической экспертизы, рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, суд считает необходимым встречный иск удовлетворить и выносит решение о лишении бабушки права на общение с внуками сроком на три месяца. Первоначальный иск суд удовлетворяет частично. По истечению трех месяцев суд предоставляет бабушке право на общение с ее внуками, установив для общения каждую среду, каждой недели с 13 часов до 18 часов по месту жительства бабушки, а также каждую субботу с 11 часов до 18 часов по месту жительства бабушки. Суд также выносит решение об обязании ответчицы не чинить истицы препятствий в общении с внуками. Суд лишает бабушку права на общение с внуками сроком на три месяца, потому что в настоящее время суд пришел к выводу, что общение с бабушкой причиняет вред психологическому состоянию детей. Это подтверждается в том числе и заключением психологической экспертизы, которая дала в целом оценку сложившейся ситуации и дала в целом оценку имеющимся семейному конфликту. Лишая бабушку права на общение с внуками на три месяца, суд дает ей возможность изменить свое отношение к сложившейся ситуации, возникшем в связи с вступлением ответчика матери детей в другой брак, и настроить себя позитивно к существующему браку. И самое главное – изменить свое отношение к восприятию обстановки, в которой вы проживаете, и перестать запугивать детей, потому что прежде всего вы им причиняете вред их психологическому развитию. Поэтому суд предоставляет вам три месяца. Через три месяца вы будете общаться каждую среду и каждую субботу по месту вашего жительства. Если в этот период времени ответчик начнет замечать, что вы вновь настраиваете детей против ее нынешнего супруга, что дети вновь испытывают психологическое давление с вашей стороны, а именно запугивание всякими маньяками, газетными вырезками, фотороботами, учтите, ответчик обратится в органы опеки, и они будут ставить вопрос вообще о лишении вас возможности общения с внуками. Это вам понятно, естественно? Понятно. А естественно, это вам понятно? Понятно. Понятно. Вам тоже понятно решение? Суд благодарит органы опеки, дело закрыто. Решение суда. Основной иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить. Три месяца не видеть внуков – это очень большой срок. Я не знаю, как переживу. С ума, наверное, сойду совсем. Я надеюсь, что после сегодняшнего заседания Анна Дмитриевна пересмотрит свои позиции. И три месяца – это достаточный срок, чтобы она изменила свои отношения ко мне и к моему будущему супругу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова